Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вашему вниманию будет представлен доклад об особенности анастологического обеспечения при операциях на голове и шее. Первая публичная демонстрация эфирного наркоза произошла в Массачусетской больнице общего профиля в 1846 году. Доктор Уильям Мортон анестезировал пациента диетиловым эфиром, пока Джон Уоррен иссякал сосудистую опухоль с левой стороны шеи и челюсти пациента. Анестезия при хирургии опухолей головы и шеи была в самом начале хирургического наркоза. С 1846 года многое изменилось, но ряд проблем, такие как поддержание проходимости верхних дыхательных путей, актуальны по сей время. С эпидемиологической и социальной точки зрения опухоли головы и шеи продолжают оставаться значимой проблемой. Опухоли головы и шеи включают в себя множество различных локализаций совершенно разных органов и систем, расположенных в этой области. Это могут быть опухоли щитовидной железы, слюных желез кожи, лимфатических узлов, так называемые внеорганной опухоли шеи, опухоли гортани. То есть спектр нозологии очень широк. И каждая из них имеет определенный процент в структуре онкологической заболеваемости. В большом проценте случаев при первичном обращении устанавливается третья и четвертая стадия заболевания, что часто сопровождается изменениями анатомических структур, обусловлено локализацией и формой роста опухолевой ткани, которые в свое время выступают предикторами трудных дыхательных путей. Врач-анестезиолог может быть привлечен на различных этапах хирургического лечения данной категории пациентов. От диагностических процедур до выполнения радикальных и палиативных оперативных вмешательств. Пациенты с опухолями головы и шеи, подлежащие хирургическому лечению, отличаются рядом с специфических особенностей, требующих учета при определении тактики анестезиолога-ренематолога на всех этапах диагностики и лечения, начиная с момента его обращения в стационар. На этапе предоперационной подготовки анестезиолог-ренематолог определяет степень анестезиологического риска, назначают при необходимости соответствующие функциональные лабораторные инструментальные методы исследований, консультации специалистов, а также по показаниям предоперационную подготовку, включая энтральную нутритивную поддержку, что в целом позволяет улучшить состояние пациента и сократить сроки госпитализации. По рекомендациям британских коллег предоперационное обследование должно включать ряд лабораторных инструментальных методов исследований, при показаниях ряд пациентов проходят дополнительные исследования. В нашем центре в протокол обследования рутинно входит эхокардиография, функции внешнего дыхания, функциональные тесты применяются для оценки резервных возможностей организма пациентов. Из этих тестов особое место занимает тест с 6-минутной ходьбой за счет простоты, экономичности и достаточно информативности. У здоровых пациентов результат зависит от возраста и составляет 600 метров у мужчин и 500 метров у женщин. Пограничные значения данного теста, который указывает на повышенный риск, составляют для ХОБЛ примерно 300 метров. Для оценки функционального класса сатинокардия Паниха, если пациент проходит от 300 до 400 метров, это будет соответствовать третьему классу данного заболевания. Проведение осмотра лор-врача и бронхоскопии проводится для оценки проходимости верхних дыхательных путей. В предоперационном осмотре необходимо уделить большое внимание оценке проходимости верхних дыхательных путей. Для этого существует ряд прогностических шкал, которые учитывают данные объективного осмотра, симптомы нарушения проходимости дыхательных путей и также анамнез. Необходимо также убедиться в возможности проведения масочной вентиляции и постановки ларингеальных масок. Значительная часть пациентов с опухолями головы и шеи получают предоперационную лучевую терапию, что приводит к локальному фиброзу кани шеи и ротоглотки, что в дальнейшем может привести к трудностям при выполнении прямой ларингоскопии и интубации трахеи. Пациенты с раком головы и шеи часто имеют значимую кардиореспираторную патологию и дефицит питания, связанных с курением и чрезмерным употреблением алкоголя. Переоперационный риск, связанный с выполнением больших оперативных вмешательств, увеличивается при увеличении возраста и возрастающего числа сопутствующих заболеваний. Потенциальная польза от операции должна быть сопоставлена с ее рисками. В структуре комаробитности данных пациентов особое значение занимает патология сречесосудистой системы, дыхательная и наличие сахарного диабета. По данным рандомизированных исследований, сам факт повышенного возраста пациентов не приводит к увеличению рисков оперативного вмешательства. Значимость предоперационной оценки возрастает, если при лечении пациентов применялись адриомициловые аналоги. Данным пациентам в обязательном порядке стоит проводить тесты кардиореспираторные и с 6-минутной ходьбой и визуализирующие методы, такие как эхокардиография. Хобл распространена у пациентов с раком головы и шеи, следует до операции оптимизировать схемы лечения данных пациентов с применением бронходилататоров, лечения острой инфекции и рассмотреть возможность использования сатероидов. При проведении функции внешнего дыхания циклы объема потока, генерированные во время легочного функционального тестирования, могут использоваться для дифференциальной диагностики одышки с целью исключения нарушения проходимости верхних дыхательных путей. Хроническая сердечная недостаточность имеет важное прогностическое значение. Сердечные биомаркеры, такие как натрий-диоретический гормон, полезны в скрининге данного состояния и коррелируются с 30-дневной выживаемостью данной категории пациентов. Нарушение питания в предоперационном периоде коррелирует с плохим заживлением ран, инфекциями и повышенным риском перспекционных осложнений. В предоперационном периоде стоит выявлять пациентов со снижением индекса массы тела и заранее проводить коррекцию данного состояния. Для адекватной оценки подготовки пациента к операции требуется мультидисциплинарный подход ряда специалистов для своевременного выявления ряда осложнений и возможной коррекции патологических состояниев в предоперационном периоде. В интероперационном периоде выбор метода анестезии зависит в первую очередь от индивидуального опыта врача-анестезиолога и доступности медицинского оборудования. Частота возникновения нарушений проходимости дыхательных путей у данной категории пациентов значительно выше. Надо заранее рассмотреть возможность вентиляции лицевой маской после индукции в анестезию, возможность проведения процедур в сознании, либо выполнения экстренной трахеостомии. При нарушении проходимости верхних дыхательных путей необходимо чётко планировать тактику интубации трахеи. В отчёте НАП-4 подчёркивается важность наличия именно стратегии управления дыхательными путями, а не один план интубации. Операционная бригада должна иметь несколько резервных вариантов при возникновении экстренной ситуации в операционной. Применение дополнительных средств улучшает наши шансы на хороший прогноз. Ряд исследователей отмечает, что нет чётких доказательств при введении видеоларингоскопии уменьшают количество попыток интубации и частоту гипоксимии, особенно при неудачной прямой ларингоскопии. Хотя в то же время ряд авторов предлагают использовать видеоларингоскопы как альтернативный метод при трудной интубации трахеи. Наш опыт работы с данным оборудованием в целом подтверждает последние данные. При применении видеоларингоскопии улучшается обзор структур, уменьшается травматизм и количество неудачных попыток. Для снижения риска гипоксимии по последним данным метаанализов предлагается использовать высокопоточную назальную оксигенотерапию. Золотым стандартом в обеспечении проходимости дыхательных путей у данных пациентов, особенно при высоком риске, является фиброоптическая интубация трахеи с сохранённым самостоятельным дыханием для предупреждения эпизодов десатурации и связанных с этим периодом гипоксимии и эпизодом гипоксимии и апноэ. Фиброоптическая интубация является довольно травматичной процедурой, требующей адекватного местного обезболивания. При проведении данной процедуры бронхоскоп проходит через три анатомические области, инверимые разными структурами. Существует методика степ-бай-степ, при котором анестетик поступает по дополнительному каналу бронхоскопа перед непосредством его продвижения вперёд. Также существуют различные способы регионарных блокад иннервируемых областей. Местная анестезия – процесс достаточно трудоёмкий и технически сложный, требующий экспозиции времени, а регионарная анестезия часто доставляет дискомфорт пациенту. Для обеспечения лучшего комфорта пациента и лучшей переносимости фиброоптической интубации целесообразно использовать различные методики седации. На слайде представлена и методика седа панаглизии, которая обеспечивает самостоятельное дыхание пациента без эпизодов апноэ, отсутствие или снижение кашлевого рефлекса, отсутствие гемодинамических реакций на процедуры. Самое главное – позволяет привести процедуру в комфортных для пациента условиях. Применение ультразвука в опытных руках может стать хорошим подспорьем. Можно не только определять оптимальное место при проведении коникотомии, также можно профилактировать смещение интубационной трубки в пищевое на ранних этапах. В интероперационном периоде стоит выделить ряд особенностей у данных пациентов. Учитывая область проведения оперативного помешательства, очень часто выбор для обеспечения веносного доступа появляется периферия. Стандартный мониторинг в виде просексиметрии, экогений, инвазивного давления должен соблюдаться при каждой анестезии. Расширенный мониторинг применяется у пациентов с опустующими системными заболеваниями и при выполнении расширенных и длительных оперативных вымешательств. Для мониторинга сердечного выброса целесообразнее применять менее инвазивные методики. Для поддержания проходимости дыхательных путей применяются на специальное устройство в виде армированных трофиальных трубок, либо трубки север-юг. Основной задачей инфузионной терапии является поддержание адекватной перфузии тканей и органов. Не стоит забывать, что требуется разработка стратегии инфузионной терапии. Только такой подход гарантирует улучшение результатов лечения. Если с помощью инфузионной терапии не достигаются оптимальные показатели артериального давления, то на короткий промежуток можно применить вазоактивные препараты. Допустимо даже их введение в периферическую вену. В операционной следует заранее удлинить линии контр-вентиляции и сосудистого доступа. При понять главный конец операционного стола обязательно требуется защита глаз и позиционное повреждение тела пациента. Длительность оперативного вмешательства является независимым предиктором послеоперационных осложнений. В послеоперационном периоде есть ряд важных этапов. Для устранения болевого синдрома используется принцип мультимодальности, предусматривающий применение НПВС, оперативных анальгетиков. При наличии нейропатических синдромов возможно рассмотрение применения антиконвульсантов и антидепрессантов. Структура послеоперационных осложнений нашего центра в целом соответствует международной статистике. Самый частый из них – это послеоперационные кровотечения и инфекционные осложнения. При возникновении пневмонии у данной категории пациентов риск трецидивной смертности увеличивается в три раза. В заключении стоит сказать, что анестезиолог должен принимать активное участие в предоперационной подготовке пациентов. Сотепень обструкции дыхательных путей может значимо влиять на сроки предоперационной подготовки. Оценка проходимости дыхательных путей имеет первостепенное значение. В зависимости от степени риска трудной интубации возможно рассмотрение приведения плакановой трахистомии у любой категории пациентов. Для решения всех сложных задач приоперационного периода требуется мультидисциплинарный подход. Уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание.